13 сентября Чуваша выберет нового главу региона. Сегодня на этот пост претендует 10 кандидатов. Всем им необходимо пройти муниципальный фильтр, а для этого ознакомить районных депутатов со своей программой. Очередная встреча состоялась в Валиковском районе. Создание равных условий для прохождения муниципального фильтра, такое предложение в Рио главы Чувашии Олега Николаева, с самого начала поддержали все участники предвыборной кампании. Совет муниципальных образований позаботился о создании площадок, на которых кандидаты встречаются с депутатами местных органов власти. Эта встреча – 12-я по счету. Ознакомление программ, биографические данные проходят строго в соответствии с регламентом. Я уже подчеркиваю, что никаких дискуссий не ведется, поскольку это не предвыборная, агитационная. Это не встреча с избирателями, а это ознакомление с программами, для того, чтобы легче было, можно сделать выборы. После представления программ встреча перешла в формат «вопрос-ответ». На муниципальной площадке затронули самые разные темы. От ремонта зданий до укрепления автономии республики в составе российского государства. У меня вопрос Андрею Сергеевичу. Ваше выступление не только заинтересовано в части децентрализации Российской Федерации и укрепления автономии Чувашской Республики. Но, как вы считаете, возможно ли это сделать при нынешней налоговой системе? На правильные финансовые ресурсы в Чувашу они максимально эффективно используются. На социально-экономическое положение, на промышленное развитие, на поддержку сельского хозяйства. То есть я именно вот этот аспект имею в виду. Меня интересует усиление и развитие автономии Чувашей в составе России. Чтобы мы были точкой старта или примером для остальных регионов. У меня вопрос Александра Андрею. Такой вопрос. Углоко поселения у нас полномочия. Но чтобы все эти полномочия решить, у сельского поселения денег нет. Какой вопрос вы видите как кандидат в вашей республике с этого положения? Многие сельские поселения, к примеру, они даже не знают свой экономический потенциал. Не разработаны программы развития сельских поселений, сельских территорий. Простой пример. У меня один глава сельского поселения в Чапатарском районе. Активно помогает разным инвесторам, привлекает их, формирует земельные участки под них быстро, оперативно. У каждого сельского поселения разные возможности и разный потенциал для развития. Итогом прохождения кандидатами муниципального фильтра станет предоставление в Центр избирком подписи от депутатов районных собраний и сельских поселений. Напомним, что у каждого кандидата их должно быть не менее 263 от депутатов из разных муниципалитетов Чувашии. Самовыдвиженцам, кроме того, необходимо заручиться поддержкой жителей, собрав более 4,5 тысяч подписей каждому. 25% из них могут быть в электронном виде. Богдана Дойникова, Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.